Приветствую всех подписчиков нашего канала, всех кто любит активный отдых на природе Сегодня в нашем видео обзоре вот такой вот довольно функциональный, модный рюкзак для мультиспорта Как говорит нам сама этикеточка фирмы Osprey, модель называется Raptor 10 Но помимо того, что этот рюкзак функциональный, рассчитан для бега, для ходьбы, длительных походов, выходного дня В первую очередь он больше всего заточен под езду на велосипеде Теперь давайте с вами посмотрим характеристики, чем же он такой вот особенный Начнем, конечно же, с системы подвеса самого рюкзака Итак, рюкзак, как мы видим, имеет анатомическую спинку В основу спины вставлено спиненный материал Вот такой вот он, ребристый, если видно на камеру То есть он выполняет функцию как массажа, в принципе, в вашей спине, когда рюкзак нагружен Также за счет вот этих вот перфораций, которые расположены, каналов воздушных между пеной и сеточкой Сочетается вентиляция непосредственно спины в жаркое время года Также прошу обнимать внимание, что рюкзак довольно жесткий Но сам рюкзак не имеет никакого каркаса Жесткость создается, забегая наперед, скажу, что специальным строением питьевой системы, которая монтирована в данный рюкзак Которую мы рассмотрим обязательно чуть попозже Шлейки рюкзака анатомической формы, S-образной Максимально облегченные и сделаны, чтобы продувались В основу вставлена аналогичная пена, как на самой спинке рюкзака С большими отверстиями для прохода воздуха Имеет регулировку на груди стяжку Вот такую вот С ползунками для регулировки по высоте А также мы видим, что на самом фастексе стяжки имеется магнитный замок для питьевой системы Как я говорил, которая идет уже непосредственно в комплекте к самому рюкзаку Вот таким вот образом она защелкивается На соске питьевой системы имеется аналогичный магнит Очень удобно, застегивается вам Не нужно ничего придумывать Попили в воду, приложили одной рукой Все, соска держится замечательно Не будет падать, не будет болтаться и вам мешать Также шлейки регулируются подлиннее С помощью двух шелевок Имеются бедренные обхваты Мягкие, но широкие С вот таким вот узким поясом На фастексе Регулируются от бедра Все сделано так, дабы вам не мешать Чтобы лишние ремни не болтались Не попали какие-то движимые части самого велосипеда Как мы видим, все ремешки расположены на крепежах пластиковых То есть все подогнано максимально близко к телу Дабы не случилось какого-то горя Ремешок не попал под колесо Куда угодно в рулевую систему И вы не упали с велосипеда Также мы видим, что на бедренных обхватах Имеются карманчики для различных мелочей По одному карману с каждой стороны Теперь перейдем на лицевую часть рюкзака Сверху на рюкзаке присутствует такая вот ручка в форме петли Для транспортировки рюкзака в общественном транспорте Итак, лицевая часть рюкзака Поскольку, как я говорил, данный рюкзак в основном заточен под велоизду Мы видим снизу на привычном нам месте, где обычно располагается ренкавер То есть чехол от дождя Мы видим такой значок под инструменты Это говорит о том, что внизу расположен карман под велоинструменты Открываем карман И мы видим, что в этом кармане расположен вот такой вот чехол на резинке Для различного ремнобора самого велосипеда Сюда мы можем поместить отвертки, какие-то монтировки для колеса Ремнобор для покрышек и тому подобное Те инструменты, которые вам нужны будут в дороге В том случае, если вы поломаетесь Вот все на замочках Выполнены из сеточки, дабы можно было видеть, что находится внутри Вот таким вот образом Здесь на резиночках можно положить какой-то дополнительный инструмент Все это закрывается клапанком, дабы не выпадало, не болтало Сворачивается и вот фиксируется с помощью резинки Также в случае ненадобности данный чехол можно отстегнуть с помощью вот этих вот уголок Снимаем его, убираем, если он нам не нужен Либо нам нужно его куда-то перенести, допустим, передать товарищу Что еще особенно вот этого кармана Поскольку инструменты могут весить немножко больше, чем, скажем, Ренкавер То замок сам непроизвольно может открываться В принципе, такое возможно Дабы это не случилось, инструменты не выпали по дороге, не потерялись Молния в застегнутом состоянии фиксируется на пластиковый карабин Вот таким вот образом И все Замок самопроизвольно не откроется Все продумано Продолжаем прочь обзор Дальше Под скрытым фастексом На лицевой части имеется вот такой вот карман Продуваемый карман Для того, чтобы мы сюда могли поместить, предположим, нашу ветровую куртку Ехали мы Ехали, попали в дождь, куртка намокла Дождь закончился, куртку сняли Куда ее привать? В рюкзак ложись Все намокнет Мы ее ставим Банально сворачиваем Запихиваем данный карман Застегиваем И во время езды куртка будет сохнуть прекрасно Тем самым не намочит непосредственно наши внутренние вещи, которые располагаются в рюкзаке Сам же рюкзак выполнен из водонепроницаемой ткани Конечно, не относится к тем рюкзакам, к которым можно плавать Но, тем не менее, от какого-то несильного моросящего дождя Эта ткань вполне спасет ваши вещи Также мы видим на данной кармане специальный крепеж для проблескового маячка Дальше Простаясь за глаза Это вот такой вот крепеж в виде пуговицы для велошлема Фиксируется шлем элементарно Мы регулируем по длине резинку С помощью вот такого вот крепления Специальная собачка Мы нажимаем на нее Выдвигаем по длине резинку, которую нам надо И отодвигаем, соответственно, данную пуговицу Шлемы бывают разные по объему, чтобы можно было подогнать индивидуально Оттягиваем, продеваем данную пуговицу в щель на велошлеме И отпускаем Шлем надежно фиксируется непосредственно на вашем рюкзаке Затем можно подогнать по объему Все прогнуло Сразу же за креплением для велошлема располагается небольшой карман Для солнцезащитных очков и различных мелочей Выполнен из такой вот пузырьчатой ткани, мягкой Дабы не повреждать ваши очки Также в этом кармане расположен небольшой карман на застежке В котором вы найдете карабин для ключей Следующее отделение у нас основное Это на двух собачках мощных Открываем основное отделение И видим доступ к самому жерну рюкзака Что мы здесь видим? Видим небольшой сетчатый карман Куда можно положить какие-то документы свои и тому подобное Есть небольшие длинные карманы для велонасоса И различных мелочей То есть более длинных габаритных предметов Которые не войдут, предположим, в мелкие карманы Либо в отдел для инструментов То есть все действительно продумано Отдел, поскольку рюкзак на 10 литров, сам же он небольшой И под спиной у нас располагается отдел для питьевой системы Для гидратора Которые уже идут в комплекте, как вы заметили Отдел здесь специфический Как мы видим, молния начинается со середины шлейки И переходит на рюкзак вот такой вот дубой Все это сделано для того, чтобы максимально плотно Прижать шланг питьевой системы Вот мы видим, шланг питьевой системы сразу же в комплекте Пропущен через этот замок Через резинку Открываем наш отдел И заходим в отдел для питьевой системы Мы видим, здесь вложена питьевая система на 3 литра От RANDAL SPRAY Фирменная система Теперь вынимем саму питьевую систему Рассмотрим ее отдельно Вот так она выглядит с лицевой части Мы видим большую пробку Куда можно потом засунуть руку И спокойно помыть ершиком и тому подобное Питьевую систему, дабы она не закисала Покрываем пробку И видим здесь вот такую вот ручку Данная ручка служит для того, чтобы мы эту канистру могли Точнее питьевую систему могли использовать Как канистру для транспортировки воды, скажем, в лагере Вынимаем ее с рюкзака Фиксируем шланг питьевой системы Здесь на ручке специальные пазы Приспособлены для этого сверху Можем закрепить И используем данную питьевую систему как канистру Ее конструкция нам это позволяет за счет того, что Задняя стенка питьевой системы, она жесткая То есть мы можем использовать ее как канистру Дно не порвется, не прогнивается А также данная задняя стенка, как я уже показывал Выполняет функцию жесткого каркаса самого рюкзака Вот мы видим, она за счет усиления ручки И жесткой спинки создается сама жесткость рюкзака Вот сам рюкзак, довольно мягкий, без накопительной системы Но помещая уже внутрь наш гидратор Мы видим, что рюкзак становится жестким Вот так вот подошли конструкторы данного рюкзака К этому делу все действительно продумано Продумано, максимально сделано для того, чтобы облегчить вес рюкзака Тем самым в жизнь туриста Вот такой вот он, универсальный рюкзак, продуманный Привезти его можно в нашем магазине Выпускается он в разных цветовых гаммах Которая позволит вам подобрать рюкзак индивидуально под ваш стиль В общем, подписывайтесь на наш канал Смотрите наши видео и приобретайте в нашем магазине Для постоянных клиентов всегда хорошие скидки Продолжение следует...